И вот она, наша кирка. Сейчас мы теперь её будем и улучшать. Теперь она копает очень быстро. И всем привет, друзья! С вами Картофан, и это уже десятая часть гайда по моду Tinkers Construct на версию 1.12.2. Но сейчас ты видишь топового комментатора с прошлого видео. Если ты хочешь попасть сюда же, то ты знаешь, что делать. И также нажимай на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить новые гайды. Ну а мы начинаем! И сегодня я бы хотел вам рассказать, как сделать топовую кирку в моде Tinkers Construct. Ну и давайте мы сначала посмотрим, как её вообще делать. Нажимаем на кнопочку кирки. И здесь нам получается, что нужно рукоять, навершие кирки и крепление. И вот таким вот образом нам всё надо будет выложить, и мы получим нашу кирку. Ну и давайте же мы приступим к изготовлению наших предметов. Первый предмет для изготовления нашей кирки это будет навершие кирки. Я выявил три материала, из которых нам будет лучше всего делать нашу кирку. Это у нас железная навершие кирки. Вообще у нас навершие влияет на прочность, уровень добычи, скорость добычи и урон. Но урон нам, так сказать, не важен. Здесь у нас получается, что прочность 204, уровень добычи алмаз, скорость добычи 6 и урон 4. И следующее это у нас из слезистали. И здесь у нас уже прочность 850, уровень добычи обсидиан, то есть это уже как алмазная гирка, скорость добычи 5.8 и урон 5.1. И самое лучшее навершие это у нас из кобальта. И здесь у нас уже прочность 780, уровень добычи кобальт, скорость добычи 12 и урон 4.1. И давайте же мы сделаем наши навершии из кобальта. Возьмем наши заготовочки, это у нас пустая схема, булыжник и кобальтовый слиток. Заходим в стол для вырезки схем, кладем сюда нашу пустую схему и выбираем нашу навершие. Вот оно у нас и делаем. Ну и дальше нам нужно будет расплавить наш кобальт. Кидаем сюда вот его и он у нас будет плавиться. Кстати, как сделать такую плавильню я вам рассказывал в первой части. Так, ну вот у нас уже есть расплавленный кобальт. Дальше нам нужно будет сделать, естественно, наше навершие. А чтобы делать нам навершие из кобальта, нам нужна будет схема. Схема нам деревянно не подойдет, для этого нам нужно будет сделать схему из золота. И давайте мы ее сделаем. А для того, чтобы сделать, нам нужно сначала будет сделать навершие кирки из булыжника. Вот таким-то образом столик для вырезки частей. Вот так вот кладем, все здесь у нас схемка, а здесь у нас булыжник. И получаем навершие из булыги. Так, берем его и кладем вот сюда вот на этот столик. Потом заливаем сюда вот именно золото. Теперь ждем, пока все это дело остынет. И вот у нас все это остыло. Теперь у нас получилась схемка вот такая вот из золота. Теперь мы сможем сюда заливать наш кобальт. Так, заливаем и ждем пока это все остынет. Ну вот он у нас остыло, забираем теперь все это дело. И вот у нас первый получается наш предмет для нашей кирки и готов. Дальше нам нужно будет сделать крепление. Крепление у нас влияет на прочность. Я здесь выявил три крепления, которые нам наиболее подойдут для нашей топовой кирки. И первое крепление это у нас из слизи. Здесь у нас уже прочность 350. Следующее крепление у нас из огненного дерева. Здесь у нас прочность 150. Вы скажете то, что меньше. Но на самом деле это крепление будет лучше, потому что здесь есть автоплавка. Если вам нужна будет автоплавка, то вы можете использовать даже и для вашей самой топовой кирки вот это вот крепление. Но так как мы хотим потом улучшать его на удачу, здесь автоплавка нам не нужна будет. И самое получается топовое крепление, которое я выявил, это у нас из кобальта. Здесь у нас легковесность, а это значит то, что это крепление будет нам увеличивать скорость копания. И также прочность 300. Давайте же мы тогда сделаем его. Для этого нам нужно будет опять же кобальт, булыга и пустая схема. Идем в наш стол для вырезки схем и делаем наше вот это вот крепление маленькое. Теперь идем в наш стол для вырезки частей, кладем сюда вот эту вот схему и булыгу. Получаем каменное крепление. Потом делаем отливку из этого каменного крепления, то есть опять же золото. Хоп, вот здесь у нас лежит наше крепление, заливаем это все дело золотом. Вот у нас остыло, теперь сюда заливаем кобальт. Вот у нас остыло наше крепление и получается, что мы сделали уже второй предмет для нашей кирки. Последнее, что нам понадобится, это рукоять. А рукоять у нас здесь три, я тоже выявил. Это у нас из свиностали. У нас получается, что рукоятки вообще все влияют на квантификацию и прочность. Квантификация это такое число, на которое будет потом умножаться итоговая прочность. То есть здесь у нас 1.2 и прочность 0. То есть эта ручка все равно добавит нам прочности, потому что у нее квантификатор 1.2. Если будет меньше одного, значит у нас будет только меньше прочность. Следующая ручка у нас из кобальта. Здесь у нас легковесность, естественно. И также квантификатор 0.9 и прочность 100. И самая топовая рукоятка это у нас из ордита. Здесь у нас получается, что квантификатор 1х4 и прочность минус 200. То есть, вероятно, этот квантификатор покроет минус 200 прочность. И давайте же мы тогда сделаем эту рукоять. А для этого нам нужен будет естественный ордит, булыга и пустая схема. Делаем схему нашей рукояти. Получается, что делаем сначала ее из дерева, потом делаем нашу рукоятку из камня. Оп. И опять же кладем вот сюда-то наш столик и заливаем это все золотом. Вот у нас все получается и залилось, все остыло. Теперь заливаем сюда ордит. Так, ордита у нас нету, так что давайте мы его расплавим. Вот он у нас расплавился, теперь мы его делаем вниз, чтобы его выливать. И теперь мы заливаем нашу палочку. Вот у нас все это и остыло. Получается, что мы сделали все три компонента, которые нам понадобятся для нашей топовой кирки. Теперь выбираем кирку в кузне и все кладем. И вот она наша кирка. Мы пока что и не улучшили такие вот у нее статы. Прочность 1312, уровень добычи кобальт, скорость добычи 12, урон 5.1. И улучшение 3. Сейчас мы теперь ее будем и улучшать. А улучшать мы будем ее всего лишь на 3 новых улучшения. А именно это скорость и удача. И давайте мы начнем. Так, сначала мы прокачаем себе на скорость и удачу. То есть вот так вот сделаем. Так, хоп. На удачу можно будет несколько раз прокачивать. То есть у нас второе улучшение не будет сниматься. Таким образом прокачиваем на удачу, получается, что 3. Это у нас максимальная удача. И теперь улучшаем скорость. Так, хоп. Здесь у нас получается максимальная, максимальная скорость. Таким образом мы улучшили нашу кирку. И теперь у нее такие статы. Прочность 1312, так и осталось. Уровень добычи кобальт. Скорость добычи 22.2. Урон 5.1. И удача 3. Давайте мы теперь проверим нашу кирку. Полетим куда-нибудь в шахту. И вот мы теперь в режиме выживания и будем копать. Теперь она копает очень быстро. То есть наша кирка теперь будет не только быстро копать, но и, например, больше добывать лазурита, алмазов и тех ресурсов, которые выпадают уже сразу же без плавки. Ну а если тебе понравилась эта кирка, то обязательно ставь свой лайк. А с вами был Картофан. Обязательно подписываемся и нажимаем на колокольчик. Также нажимаем на лайк и комментируем. Всем удачи и всем пока.